Между тем, 160 тонн лука пытались незаконно вывезти из страны. Фуры с социально значимым товаром развернули на границе в Костанайской области. Напомню, Казахстан ввел временный запрет на экспорт этого продукта, чтобы сохранить на него низкие цены на внутреннем рынке. Однако этот механизм не работает. Цены на лук продолжают расти, а поставщики не прекращают своих попыток пересечь границу с Россией. Вот эти фуры задержали на пограничном посту Кайрак. 160 тонн репчатого лука хотели вывезти из страны, несмотря на запрет экспорта. Всего было пресечено 8 таких попыток. Перевозили овощ открыто, надеясь на авось. И некоторые перевозчики пытались сделать это дважды. Однако теперь не исключают и возможность маскировки товара. Мы на сегодняшний день обладаем оперативной информацией, что попытки вывоза лука будут в дальнейшем применяться с товарами прикрытия. В связи с чем контроль по перемещению товаров, временно запрещенных и ограниченных, на сегодняшний день усилен. Как говорят производители, из-за запретов на экспорт того или иного овоща фермеры стараются перепрофилировать свое хозяйство, чтобы в будущем году выращивать другие культуры. Так после капусты все перешли на лук, а когда его вырастили в переизбытке, снизили объемы. Поэтому и сложилась такая ситуация. Многие фермеры также боятся, что их урожай может попросту испортиться. Ранее фуры с луком задержали и в Уральске. Наказание за попытку вывоза не предусмотрено, поэтому их просто разворачивают и отправляют обратно. Минсельхозе заверяют, что ажиотаж с ценами кратковременный. И ситуация в ближайшие дни стабилизируется. В Джамбульской области, где основные запасы лука, их сейчас 100 тысяч тонн у нас, находятся в Казахстане, их нам будет достаточно до следующего урожая. А то и цены там у производителя сейчас колеблются между 150 до 230 тенге за килограмм. Поэтому такие всплески небольшие, которые происходят, это связано, наверное, с логистическими вопросами. В комитете торговли уверяют, что в столичном супермаркете лук стоит 130 тенге за килограмм. И дефицита нет. Учитывая то, что на рынке Шарен лук оптом продается по 210 тенге, некоторые торговцы пытаются прийти, и как было в прошлом году, сахар, сметанность прилагают, точно так же пытаются набрать побольше и потом перепродавать в своих магазинах. Вот это на самом деле сейчас происходит. Между тем, стоимость лука в регионах давно перевалила за 200 тенге в розницу. На юге цена даже выросла до 400 тенге за килограмм. Найти популярный овощ можно подешевле в торговых точках, реализующих продукты из стоп-фонда. Надолго ли хватит его при таком ажиотаже, судить сложно. И будете знать, что происходит в стране и в мире.